МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Набережных Челнах обсудили развитие рынка газомоторного топлива в Приволжском федеральном округе. В нем приняли участие полпредпрезидента России в округе Михаил Бабич, министр промышленности и торговли Денис Монтуров и руководители ряда российских регионов. Среди участников совещания и временно исполняющей обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев в Татарстане сегодня работала наша съемочная группа. До 2020 года в регионах округа планируется открыть 250 газозаправочных станций. Реализовывать этот проект начали несколько лет назад. Были проведены работы по инвентаризации земельных участков, разработаны меры поддержки для компаний, которые уже перевели транспорт на газомоторное топливо. Субсидии им выделяются из федерального бюджета. Но все же сеть газозаправочных комплексов ПФО развивается не так активно. Михаил Бабич отметил, что строительство новых станций затрудняют длительные процедуры согласования проектов. Возникла необходимость внести некоторые корректировки в ряд постановлений правительства, касающихся этой темы. Время не ждет. Регионы вырабатывают свои механизмы стимулирования покупателей газобаллонных автомобилей. Для организаций, которые уже перевели автобусы и грузовые машины на природный газ, снижены ставки транспортного налога. Эти меры весьма эффективны. Только за год в республике количество машин, работающих на метане, увеличилось в два раза. Более подробное о развитии рынка газомоторного топлива смотрите в нашей программе в понедельник. Что такое «Наноград Че»? Это место, где учатся, но не потому, что этого требуют взрослые, а потому, что это интересно. Робототехника, 3D-моделирование, прикладная, наноэлектроника. Все это в течение 7 дней изучали участники наношколы на базе детского санатория «Алый парус». Региональная школа «Наноград Че» вот уже в третий раз собирает умных, талантливых, энергичных школьников со всей Чувашии. В этом году жителями «Наногорода» стали 30 ребят. Это учащиеся 10-11 классов, победители и призеры Всероссийской предметной олимпиады по математике, физике, химии, биологии и информатике. Участники нанограда, они в начале заезда делятся на две команды, по 15 человек. Каждая из команд, она решает какое-то конкретное задание от организации, которая расположена на территории Чувашской республики. Это конкретные задания, которые впоследствии могут быть использованы данными предприятиями в своей деятельности. Знакомство с высокими технологиями в «Нанограде» происходило не только на уровне лекций. Сюда приезжали представители предприятий и вузов. На территории города высоких технологий работали мастерские с уникальными авторскими разработками. Школьники получили шанс решать реальные задачи, поставленные им конкретными компаниями. Здесь мы разрабатывали решение, предоставленное нам, ну, решали кейс, предоставленный электротехническим кластером. Нам предоставили территорию, и мы должны были разместить на ней зоны отдыха, какие-то интерактивные стенды. Мы разрабатывали план парка. Сегодня представляем два решения проекта. Я думаю, хоть одно электротехнический кластер у нас примет на вооружение, и в дальнейшем, я думаю, мы будем сотрудничать и все-таки реализуем этот проект. На протяжении недели ребята искали пути решения. И сегодня на закрытии школы участники презентовали свои проекты. Ребята решали кейс нашей компании, задание, исправились с ним очень хорошо, успешно решили достаточно сложную задачу. Конечно, мы их рассматриваем как потенциальных работников. Было бы здорово, чтобы они, закончив образование здесь, получив образование, может быть, в каких-то российских вузах, вернулись потом сюда, в Чувашию, и работали на наших предприятиях. Помимо научной работы, участники наношколы успели и как следует отдохнуть. Мероприятий было, на самом деле, великое множество. У нас были мастерски на выбор. Там робототехника, 3D-моделирование, два часа в день. Вчера была выставка этих мастерских, то есть мы показывали остальным ребятам, чем мы занимались. Вчера была арт-терапия у нас, красками мазались, рисовали руками. Весело очень было. Что, где, когда была игра. В общем, хороший такой досуг. Даже уезжать отсюда совсем не хочется. Еще в неделю остался. Еще год назад для Чувашии на Наградче был пилотным проектом. А уже сейчас стоит вопрос о том, чтобы организовывать его 4 раза в год по количеству школьных каникул. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. На днях Оргкомитет благотворительного марафона именем детства во имя детства будет подводить итоги и распределять собранные средства. Напомню, что марафон стартовал в марте. Наш корреспондент встретился с главой детского фонда Чувашии Юрием Кисловым. 9,5 миллионов рублей. Такую сумму на добрые дела. За время акции собрали жители Чувашии в 2014-м. В этом непростом с финансовой точки зрения году пожертвований пока чуть меньше. Мы стартовали в этом году чуть позже, в марте месяце. Поэтому чуть-чуть позже и финишируем. Собираемся завершать в конце июля месяца. Основные мероприятия, которые мы планировали, мы провели. То есть создали Оргкомитет, во главе которого на сегодня временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Михаил Васильевич Игнатьев. И два сопредседателя, Аршина Валена Игоревна, депутат Госдумы, и Косачев Константинович, сенатор от нашей Чувашии. Оргкомитет, я считаю, отработал неплохо. Довел всю информацию до населения, куда денежки платить, куда будем использовать через средства массовой информации. И на сегодня в копилке марафона у нас более 7 миллионов рублей. Средства направят на социальные программы по поддержке талантливой молодежи, здоровье детей, спорта, в реабилитационные центры и детские дома. А еще распределят между муниципалитетами. Муниципалитеты по своим программам, учитывая уже, так сказать, свои проблемы с детством, распределяют и тем, кому нужно помочь по медицине, кому-то, может быть, талантливой молодежи поддержать, где-то многодетных семей поддержать. И после предложений муниципалитетов мы уже, детский фонд правления, распределяют денежки, подводят итоги и проплачивают все необходимые финансы и вот эти потоки. А завершение марафона мы обычно предлагаем, вот правление детского фонда мы предлагаем проводить в том муниципалитете, который большее количество денег собрал или хороший темп показал. Обычно вот большее количество денег на одного жителя у нас собирал Порейский район. И в этом году он опять у нас лидером идет пока на сегодня. Есть предложение, вот не знаю, как согласится оргкомитет в Комсомольском районе. Комсомольский район в этом году собрал 307%, значит, в три раза больше. Может быть, база у них небольшая была, но тем не менее, в три раза. Поэтому жители района, я бы отметил за их благодушие, за их жертвенность такой ради детства, я бы провел это мероприятие там. Почему? Потому что само мероприятие – это не просто подписание протокола распределения денег. Мы посещаем учреждения детские, мы приезжаем туда с подарками, с концертами. На официальном сайте правительства Чуваши есть специальный баннер именем детства во имя детства. Там можно найти информацию о том, как стать участником марафона реквизита счетов для перечисления средств. Там же можно узнать, на что пошли пожертвованные вами средства. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. В дошкольных учреждениях Чебоксар продолжают реализовываться проекты по благоустройству территории. В детском саду номер 201 открыли целый эколого-развивающий комплекс на открытом воздухе. Что он из себя представляет, узнавали мои коллеги. Проходим по брусочкам, по массивам. Какие бывают камни и чем фасоль отличается от гороха? Воспитанники детского сада «Островок детства» точно знают ответ на этот вопрос. С начала лета на территории садика работает целый ряд секций, которые наполнены различными предметами. В основе методики лежат сенсорные ощущения. Так малыши не только знакомятся с окружающей средой, но и лучше запоминают природные материалы. Я знаю, что головку уголь, могу поток, мне все нравится трогать, и больше всего труба мягкая всегда. Мне нравится играть с песочками и с камушками. Когда на них я наступаю, тогда мне нравится делать массаж. Дошкалята могут изучить работу замочной скважины, потрогать морского осьминога и понять, из чего сделана малярная кисть. Все сделано для того, чтобы развить тактильные ощущения ребят. Особенно это важно для детей, которые занимаются в группе ликотека. Дети чувствуют, ощущают, осязают. Наши педагоги проговаривают с каждым ребенком, потому что это очень важно. И они же должны быть эмоционально настроены, воспитанники. И в процессе вот этих ощущений появляются эмоции, гармоничное развитие происходит. В детском саду даже есть собственный огород, где малыши вместе с воспитателями выращивают овощи. Поливка, прополка и самоответственный сбор урожая. Все можно потрогать и внимательно изучить. Капуста, морковь, огурцы, помидоры и даже укроп. На обед овощи попадают прямо с грядки. Вот какой большой, всем хватит, давай сюда. Молодцы. Видя реакцию детей на подобные проекты, педагоги уже сейчас думают над тем, чем еще заинтересовать ребят. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. 17 июля все мусульмане отмечают праздник разговения у Роза-Байрам, знаменующий завершение поста. В Чебоксарах у мечети Булгаршу на улице Гладково на ритуальную молитву собрались сотни жителей города и гостей. На празднике присутствовала и наша съемочная группа. Начало праздничных молитв наступает спустя 30 минут после восхода солнца. В это время по всему миру в мечетях собираются мусульмане, чтобы встретить один из своих главных религиозных праздников. Среди сотен верующих на службе был и Ревкат Мардеев. Когда-то он принимал участие в строительстве этого храма, и молитва в родных стенах имеет для него особый смысл. К торжеству взрослые и дети готовят традиционные блюда, надевают лучшую праздничную одежду, дарят друг другу подарки. Целый месяц люди, держа пост, обрели такой душевный покой и душевное богатство. Чувашия, многоконфессиональная республика. Разные восповедания не мешают людям жить в мире и дружбе. На этом празднике отражены многовековые традиции ислама, которые сегодня имеют особое значение для возрождения духовности и нравственности в обществе. Ураза Байрам – один из двух главных дней исламского календаря. В этот день мусульмане молятся за мир, навещают родителей, посещают кладбище и поминают умерших родственников. Мария Леончик, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Республика. Очередной успех Чувашской школы спортивной ходьбы на стартовавшем в шведском городе Эскельсту на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров в составе сборной команды России выступают две представительницы Чувашии – Клавдия Афанасьева и Мария Лосинова. Обе спортсменки поднялись на пьедестал почета в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров. Клавдия Афанасьева одержала весьма убедительную победу, заняв первое место. Мария Лосинова завоевала бронзу, уступив спортсменке из Мордовии. А в Чебоксарах на стадионе Олимпийский вновь соревнования всероссийского масштаба. На основном поле спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата борются за легкие атлетические медали. А тренировочное поле на время занято лучниками. Подробнее о чемпионате, первенстве и Кубке России в нашем следующем сюжете. Проходящие старты для участников станут отборочными на чемпионат мира. Поэтому конкуренция тут достойная. За путевку на соревнования, которые пройдут в катере в городе Доха, борются свыше 300 спортсменов-инвалидов. Причем многие из них занимаются не одним видом спорта. В качестве тренера московской легкоатлетической команды уже второй год подряд выступает шестикратный чемпион паралимпийских игр по лыжным гонкам Сергей Шилов. Мы совмещали очень благополучно и лыжные гонки, и легкую атлетику, и биатлон. Одно, другое дополняем, потому что постоянно круглый год находишься в тонусе. Работаешь летом на спортивных колясках, зимой на лыжах. Меняется сфера деятельности, направление немножко, но постоянно в тонусе, в работе. На чемпионате и первенстве России представлены все легкоатлетические дисциплины. Гонки на спортивных колясках, бег на различные дистанции, метание диска и толкание ядра. Полный список призеров чемпионата и первенства будет известен 19 июля. К этому же времени подведут итоги Кубка России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На этих соревнованиях сейчас присутствует команда из 17 регионов, которые готовятся сейчас к чемпионату России, который состоится на этом же стадионе 20 июля. И здесь же будет отбор на чемпионат мира для завоевания классификации, для участия на Олимпийских играх в Рио-де-Женера. От Чувашии в Кубке приняли участие три пары спортсмена. Но, к сожалению, ожидаемых результатов они не достигли. И этому есть причины. Последние пару лет у нас нет своего стрельбища, и поэтому у нас нет тренировочного процесса нормального. Мы стреляем максимум 20 метров, мы можем все что позволить себе. А длинные дистанции, которые стреляют летом, нам просто недоступны для стрельбы. Несмотря на неудачное выступление в Кубке, спортсмены из Чувашии планируют выступить на предстоящем чемпионате. И, возможно, там удача им улыбнется. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Олег Якимов, Республика. Начало июня в Таганрог две школьницы попали в больницу с сильными ожогами. Девочек ударило током при попытке сделать так называемое селфи на крыше железнодорожного вагона. Чуть ранее при подобных обстоятельствах в больницу попали школьники Пензенской области. О таких происшествиях все чаще сообщают средства массовой информации. О правилах безопасности на железнодорожном транспорте и ситуации в нашей республике речь пойдет в программе «По существу». Она выйдет в эфир сразу после нашего выпуска. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин